Трудно поверить, что из обычного репчатого лука можно приготовить такое оригинальное вкусное блюдо для настоящих гурманов. Луковый конфитюр прекрасно подходит к мясу, сыру, с ним получаются вкуснейшие бутерброды и замечательная выпечка. А также его можно есть просто так. Поверьте, это очень вкусно! Всем привет и сегодня я готовлю луковый конфитюр, никаких экзотических ингредиентов только я и лук и лука у меня здесь целый килограмм лук нужно нарезать тонкой соломкой и конечно если есть возможность лучше использовать терку у меня кстати с этой мандолиной очень сложные отношения то ли со мной что-то не так то ли с теркой если кто-то знает секрет с ней обращения подскажите с удивлением обнаруживаю что у меня еще есть вот такие остатки которые все равно придется резать ножом но если вы нарежете руками тоже будет хорошо ну а в общем и целом получается неплохо что я могу сказать несмотря на некоторое количество остатков которые придется дорезать вручную все равно получается быстрее я имею ввиду на терке нож мой конечно вне конкуренции привет и тем не менее вот такая гора растапливаю на сковороде 100 грамм сливочного масла если кому-то не нравится вариант со сливочным маслом можете использовать растительные выгружаю весь лук на небольшом нагреве периодически помешивая довожу его до прозрачного состояния поджаривать лук не нужно он должен томиться в собственном соку поэтому следите за ним и держите нагрев небольшой если у вас сковородка с тонким дном и лук начинает поджариваться добавьте чуть воды когда лук стал мягким добавьте 50 граммов белого вина это пожелание и несколько минут дайте ему выпариться вместо вина можно использовать апельсиновый сок а можно ничего не добавлять добавьте несколько веточек тимьяна или другие специи которые вы любите также можете добавить лимонную или апельсиновую цедру и здесь лучше добавлять ее вот таким куском чтобы потом нужно было просто убрать и когда снимаете цедру не трогайте белую часть она горчит когда вино выпарилась добавьте 50 граммов сахара можно добавить изюм это опять же по желанию или если у вас есть инжир и теперь пусть лук томится до полной готовности он приобретет такой нежный карамельный цвет можно томить лук под крышкой чтобы ускорить процесс только не забывайте его помешивать если лук еще не готов а жидкость вся выпарилась и он начинает жариться добавляйте немного воды когда лук готов то есть он стал мягкий и нежный добавьте 40 граммов бальзамического уксуса если такого нет можно использовать красный винный если и такого нет добавляйте тот что есть только количество убавьте до 30 все хорошо перемешайте заодно уберите в стебле тимьяна и лимонную цедру с пряностями кстати можете поиграть можно взять классический вариант душистый перец гвоздика и и теперь дайте луку еще минуты три чтобы соединились все вкусы и на этом все вот такой луковый конфитюр у меня получился и обязательно получится у вас непременно приготовьте а я желаю вам приятного аппетита